Всем привет! В эфире Студент.АУ. О последних событиях в жизни Ставропольского государственного аграрного университета расскажу вам я, Галина Шабалкова. В стенах Ставропольского ГАУ собрались более 50 команд будущих предпринимателей, настроенных на триумф. Почти тысяча студентов несколько месяцев работала над своими проектами в рамках программы-акселератора АгроинфраАП. О том, как это было, расскажет Полина Бычихина. 51 команда. Почти тысяча нацеленных на успех студентов. Несколько месяцев кропотливой работы – все это акселератор для технологических стартап-проектов в сфере агропромышленного производства АгроинфраАП. Программа придумана и воплощена в жизнь командой СТГАУ в партнерстве с фондом «Инопрактика» и ООО «Уралхиминновация». Мой опыт начался со студенческой скамьи, с второго курса. Я начал параллельно с учебой, перешел на практику и работал в производстве всевозможных сельскохозяйственных компаний из Ставропольского края. Затем по окончании учебы я попал в компанию «Уралхиминновация», где я занимаюсь сопровождением агрономических проектов по модификации, тестированию минеральных удобрений. Главная задача программы – найти талантливых ученых, чтобы помочь им воплотить идеи в жизнь. На протяжении почти четырех месяцев с участниками работали ведущие спикеры по продвижению бренда, созданию стартапа, маркетинговой стратегии и даже психологии. В итоге 20 лучших проектов в финале. Наш проект называется «Мини-теплица». Суть заключается в том, что наш клиент заливает в эту теплицу воду, за счет этого она может там очень долго сохраняться. Когда клиент заливает воду, она опускается вниз, и когда потом она испаряется, тем самым он поливает себя сам. В «Акселераторе» приняли участие команды Ставропольского государственного аграрного университета, а также Омский, Кубанский, Воронежский ГАУ и Национальный исследовательский институт ИТМО «Санкт-Петербург». Каждый проект – готовая идея для успешного бизнеса. Наша команда – это ЭКО-ИТМО. Мы занимаемся проектом «Скоби-Пласт» и создаем эко-материалы на базе отходов производства напитка «Камбуча». На самом деле, можно сказать, что мы занимаемся именно утилизацией отходов производителей, и таким образом мы решаем несколько проблем. Не только заменяем кожу заменителя на эко-кожу, а также еще и утилизируем отходы производства. Стоит отметить, что за время участия в этой программе мы тут были три дня, и все три дня мы общались с другими командами, и нам очень понравилось, что здесь есть такое классное студенческое сообщество, где все друг друга поддерживают, все такие добрые, говорят друг другу хорошие слова, и это очень здорово. Стоит отметить, что акселератор «Агро-Инфра-Ап» – проект грантовый. На его реализацию команда из ТГАО выиграла более 7 миллионов рублей. Конкурс был организован ОНО – платформа национальной технологической инициативы. Всего отбор прошли 83 программы, предложенные вузами из 46 регионов России. С точки зрения компетенций, которую мы получили, это колоссально, потому что акселерационный программ, предакселерационный программ – это хорошо. Но другой момент, когда ты в течение определенного времени, 4 дня, мы 4 дня находились здесь, 4 дня мы с 8 до 8 работали не просто с учеными, не просто с преподавателями факультета экономики или финансов, а именно с реальными живыми инвесторами, которые завтра будут вкладывать в наши проекты. Основной площадкой акселератора стала предпринимательская точка кипения СТГАУ – место, где по-настоящему создается новаторское будущее. Только за прошлый учебный год там проведено более 400 мероприятий, направленных на развитие проектной деятельности, технологического предпринимательства и поддержки стартапов, в которых приняли участие более 6000 человек. Это возможность, во-первых, реализовать свою разработку, потому что один из соорганизаторов данной программы – это фонд «Нир» и «Напрактика», и, соответственно, это «Уралхим.инновации». И мы первым призерам дадим возможность фактически опробировать эту технологию на пилотных мощностях и лабораториях как Ставропольского государственного университета, так и «Уралхим.инновации». То есть это возможность реально реализовать этот проект. И подумаем дальше, как их продвигать. То есть это не только денежная премия, которую получат победители. Завершился акселератор трехдневной образовательной программой «Как запустить стартап в Агрофуднет». Спикерами выступили эксперты фонда «Напрактика» и «Уралхим.инновации». По итогам программы первое место заняла команда факультета агробиологии и земельных ресурсов СТГАУ с проектом «Голубика под ключ». Мы предлагаем, получается, комплексную технологию. Это саженец в емкости. И в течение вегетации всей культуры мы консультируем нашего потребителя. То есть по всем интересующим вопросам, которые возникли, мы отвечаем, рассказываем. И также даем небольшую брошюрку по ведению культуры. На пьедестале почета также разместились команда факультета ветеринарной медицины СТГАУ с проектом «Почка и точка». И команда университета ИТМО с проектом «Камбича Белаза». Гран-при заслуженно забрала команда электроэнергетического факультета СТГАУ с проектом «Электрик Мото Инструментс». Полина Бычихина, Анастасия Погребная, Руслан Плетнев, Денис Чеплыгин, пресс-служба СТГАУ. Студенты аграрного вновь стали обладателями гранта. Победители региональной научно-практической конференции встретились с ректором нашего вуза и обсудили дальнейшую работу над научными проектами и их реализацию. Как прошла встреча, смотрите далее. Пятеро умников встретились с ректором за чашкой чая. Именно в такой обстановке руководство университета пообщалось с талантливыми молодыми новаторами, чьи проекты стали грантообладателями. Поэтому, бесспорно, тот, кто вкладывает в науку, в научные разработки, он инвестирует в свое будущее. Поэтому, я думаю, что благодаря вам и вашей работе, будущее нашего края так будет стремительно развиваться. Видите, как агропромышленный комплекс развивается в целом. Когда такое было, уже несколько, наверное, более 10 лет, драйвером всех экономических процессов является агропромышленный комплекс. Это здорово. Проекты разные, затрагивающие решения актуальных и даже наболевших проблем. Так, в номинации биотехнологии лучшим стал проект по безопасному способу превентивной профилактики группы инфекционных болезней. Это такая некая ловушка, в которую помещается сухой лед. Из сухого льда выделяется углекислый газ. Углекислый газ для эктопаразитов, в частности для клещей, является основным маркером, на который они как раз и приманиваются. За счет большого времени выделения прикислого газа клещи постоянно не только приманиваются, но и остаются в ловушке на протяжении где-то от 12 до 24 часов. И радиус действия одной такой ловушки где-то от 35 до 50 метров. Студентка факультета социально-культурного сервиса и туризма разработала цифровую платформу для субъектов рынка грузоперевозок. Это новая платформа, которая решит часть логистических проблем на юге России. Это такой сервис, который будет помогать малым предприятиям, малым предпринимателям улучшать свою логистику, то есть оптимизировать затраты на перевозки, находить наиболее актуальные, наиболее дешевые, скажем так, маршруты и, соответственно, снижать конечную стоимость продукта и, соответственно, повышение конкурентоспособности малых предприятий на Ставропольском крае и Краснодарском крае. В номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии» победителями оказались сразу два студента. Один проект – устройство для разделения сельскохозяйственных отходов. Второй – прибор для ионизации водо-воздушной среды в опрыскивателях. Суть заключается в разработке устройства, которое позволит разделять отходы сельского хозяйства по типу навоза и птичьего помета на твердую жидкую фракцию. Из которых в дальнейшем можно получить полезные продукты в виде жидких и твердых органических удобрений. Грубо говоря, мы ионизируем водо-воздушную массу, затем все это смешиваем с водой, если очень на словах так рассказывать. И, соответственно, капли, которые выходят из опрыскивателя, приобретают заряд. Еще один победитель – цифровая измерительная система непрерывного мониторинга состояния маслонаполненного электрооборудования. К слову, разработка студентки электроэнергетического факультета. Из-за последних годов участились случаи резкого выхода из строя. Много аварийных ситуаций, из-за этого много потерь несет как государство, так и в целом людям некомфортно. Из-за того, что те же самые перебои с электричеством постоянно. И мы решили, что с этим нужно что-то делать. И работаем над разработкой своей. Мы измеряем влажность и примеси масел. Всего в региональном этапе конкурса приняли участие 90 молодых ученых. Из них 32 студента и аспиранта Ставропольского ГАУ. Пятеро лучших стали обладателями гранта по полмиллиона рублей на реализацию своих проектов. Я хочу тоже пожелать вам успехов. Еще раз поблагодарить и поблагодарить за общение. Мы с ними хорошо так поговорили. Погрузиться в наши вопросы. Поэтому готов поддерживать еще раз. Вам успехов. Спасибо. Следующий этап – создание прототипов и исследования. Затем проекты можно будет перевести в стартапы и ввести в производство. Анастасия Погребная, Руслан Притнев, пресс-служба СТГАУ. В предпринимательской точке кипения прошла защита лучших проектов наших студентов. В рамках предакселератора ребята научились не только изучать разные сферы предпринимательства, но и активно работать с инвесторами и заказчиками для дальнейшего сотрудничества. Какие же инновационные разработки создали студенты Аграрного, смотрите в сюжете. Студенты Аграрного шагнули в будущее. В рамках предакселератора в точке кипения прошла защита лучших проектов. Среди них инновационные разработки, образовательная технология, позволяющая адаптировать изучение английского языка, шины, которые способны сами затянуть прокол, наборы для детей с химическими опытами и дополнительной реальностью. Все это – идеи и прототипы, которые придумали и хотят реализовать молодые ученые. Что важно сегодня сказать, это наш большой, важный флагманский проект, который мы сами инициировали, сами делаем для студентов. В этом году при поддержке российского общества знания, при поддержке огромного количества партнеров, людей, которые с удовольствием включаются в эту программу, эксперты, предприниматели, все, кто реально связан с бизнесом, кто реально может этому как-то содействовать и помочь. В рамках предакселератора участники научились формировать проектные заявки, разрабатывать структуру реализации, формировать смету проектов, а также получили новые навыки проектного менеджмента, и все это благодаря спикерам и наставникам команд. У ребят с самого начального этапа был настолько серьезный настрой к встречам, к выполнению заданий, к подготовке и проработке заданий моих. То есть всегда все выполнялось четко, и я увидела результат сегодняшний на презентации, как это все очень активно, опять же, с предпринимательским подходом. Не просто выйти выступить, поучаствовать в проекте, а именно погрузиться как в бизнес-проект. Именно благодаря приобретенным навыкам студент факультета среднего профессионального образования Степан Баширян придумал криокамеру, в которой можно охлаждать продукты при помощи жидкого азота. Проект получил название «Снежинка» и стал финалистом предакселерационной программы среди 12 команд. Это такая же микроволновка с дверцей, там идет криокамера, в которой охлаждение идет около 3-3 минут, и подача с помощью диффузии. В конце года состоится награждение победителей, где команды с лучшими проектами расскажут о результатах своей работы в сфере IT, технет, фуднет и эдунет, а также обсудят с инвесторами и заказчиками дальнейшее сотрудничество. Полина Бычихина, Анастасия Погребная, Галина Шабалкова, Денис Чеплыгин, пресс-служба СТКУ. Молодая гвардия «Единой России» совместно с интеллектуальным клубом экономического факультета провела патриотический квиз, посвященный Дню Конституции. О том, как прошла игра, смотрите в сюжете. Конституция – главный документ в России, единый, имеющий высшую юридическую силу. Основной закон страны приняли 29 лет назад. В честь этого события ежегодно проходят праздничные мероприятия. Такие мероприятия нужны для того, чтобы, во-первых, подчеркнуть значимость Конституции, смотря на кого праздник. Если мы берем данный квест, то, естественно, Конституция. Если взять среди студентов и членов партии волонтерских средств движений, лично на моем опыте, мне это помогло самореализоваться в плане того, что не знал, куда сидеть в данную секунду. В Ставропольском ГАУ местное отделение партии «Единая Россия» совместно с активистами экономического факультета провели межфакультетский квиз, посвященный основному закону нашей страны. Конституция долгожданная была принята. Она легла в основу стабильности дальнейшего государства и общества. Мы стали постепенно-постепенно успокаиваться. В конце концов, прошло уже почти 30 лет, 29 лет было вчера, ребята, да? Можете сами посчитать. И можете увидеть, какое огромное, какое мощное, какое сильное, стабильное государство мы построили за эти годы. Игра прошла в три раунда с вопросами на актуальные темы, а затем студенты ответили на дополнительные вопросы в номинации «Самый умный», где были отмечены самые активные участники квиза. Полина Бычихина, Денис Чеплыгин, пресс-служба СТГАУ. Это был Студент АУ. Увидимся на следующей неделе. И помните, поступайте правильно, поступайте в аграрный. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова